Здравствуйте, друзья! В преддверии замечательного весеннего праздника 8 марта мы подготовили обзор книг, героинями которых являются девчонки. Они такие разные, маленькие и большие, веселые и грустные, смелые и решительные, фантазерки, выдумщицы, отважные борцы за справедливость или просто мечтательницы, которые верят, что когда-нибудь все их мечты обязательно сбудутся. Героини очень разные, но мы уверены, что каждый найдет в этом списке историю по душе, а кто-то, может быть, узнает в героинях себя. Итак, начинаем знакомство с книжными девчонками. Вы забудете обо всем на свете, познакомившись с озорной третьеклассницей Люсей Синицыной и ее подружкой. Книга Ирины Пивоваровой «О чем думает моя голова» с первых страниц вызывает улыбку, а у взрослых еще и легкую ностальгию о школьном детстве. Ведь у кого из девочек не было такой подруги, как Люся, кто не ссорился, не мирился, не совершал в детстве таких поступков, которые тяжело понять взрослым? Все истории, которые с ней случаются, происходят с каждым из нас в чуть ли не всякий день. Мы их или вовсе не замечаем, или же не обращаем внимания, а у нее все превращается в необыкновенное приключение. Часто ли вы бываете в цирке? А вот такое цирковое представление, которое устроил детский писатель Лев Иванович Давыдовичев на страницах книги «Лелишня из третьего подъезда» с парадом участников и в трех отделениях с антрактами, вам вряд ли представлялся случай посещать. Это увлекательная юмористическая повесть о мужественной и доброй девочке Леле, которую все называют Лелишна. Ей всего 11 лет, но она сама заботится о своем дедушке и ведет домашнее хозяйство. А кого же еще мы увидим на арене? Петьку Пару, злую девочку Сусанну, хулигана Головешку, храброго мальчика Виктора Макроусова – всех и не перечислишь. Чего только не вытворяют они в своих номерах. Иногда номера эти добрые, иногда не очень. Некоторые так просто невероятные. Но все обязательно учат нас самым важным в жизни вещам. Следующая история очень необычная, но о самой обычной девочке. Просковья, а проще Ася, уезжает на лето в лагерь, где ее ждут сказочные приключения. Она ознакомится с веселыми гномами и другими чудесными обитателями леса. Учится летать, отправляется на поиски живой воды, чтобы оживить засохший цветок. Но это еще не все. Аси предстоит сделать то, чего не смог ни один врач – вылечить мальчика Колю, который ей очень нравится. Сказочные друзья согласны помочь. Но главное зависит от Аси, хватит ли у нее смелости и упорства, чтобы отправиться к грозовому человеку и выполнить его задание. Открывайте книгу Тамары Михеевой «Асина лето» и отправляйтесь в сказочные летние приключения вместе с героями. Цикл «Манюня» на Рене Абгарян – светлый, озорной, пропитанный солнцем и запахами Южного базара и потрясающий смешной рассказ о детстве, который непременно понравится как юным читателям, так и их родителям, которые в душе остались детьми. А вот перед вами девочка, с которой детям не разрешали водиться. Именно так называется книга немецкой писательницы Ирмгард Койн. Будущая писательница родилась в Берлине. Затем семья переехала в Кёльн, где девочка ходила в лютеранскую школу. И в школе, и дома она сталкивалась с теми же проблемами, что и ее героиня. Ее не понимали и не принимали. Это история об искренней смелой и решительной девочке, которая не может усидеть на месте. Чтобы не расстраивать родителей, она очень старается быть послушной. Но все, что этой непоседе кажется правильным и естественным, у взрослых вызывает сплошное недоумение. Но героиня не хочет мириться с тем, что ей кажется неправильным. Она стремится изменить мир к лучшему. И ради этого отказывается сидеть сложа руки. Ей надо выдумывать, действовать, рисковать, нарушать порядок и приличие. О веселых и озорных приключениях остроумно и блистательно повествует немецкая писательница Ирмгард Койн. И сама девочка, с которой детям не разрешали водиться. Знакомьтесь, Женя – большая маленькая девочка. Как так? – спросите вы. А вот так. С одной стороны, в семье она младше всех. А с другой, чтобы заплести ей косички, маме каждое утро приходится вставать на табуретку. Потому что Женя в свои семь лет вытянулась выше самого высокого баскетболиста. Автор в своих историях рассказывает о том, как здорово и как сложно быть непохожим на других. На протяжении 12 книжек Женя растет. Она меняется, взрослеет. Папа ей говорит, что у каждого человека, даже если он уже вырос, есть еще какой-то внутренний рост. Жене пока непонятно, что нужно делать для этого роста. Гулять под дождем или есть какую-нибудь полезную гадость. Но я уверена, прочитав все 12 историй Марии Бершацкой про большую маленькую девочку, мы с вами обязательно немножко вырастим. В книгах про мальчиков можно часто встретить таких озорных героев, как Тон Сойер или Эмиль из Леонеберги. А девочки, если не ужасные правильные зануды, то обычно просто не позволяющие себе таких проделок героини. Тоня из книги Марии Пар, Тоня Глимердал, опровергает сложившиеся стереотипы. Девчонки тоже умеют веселиться от души, шалить и проказничать, да еще как. Тоня Грохотоня – единственный ребенок, живущий в норвежской деревушке Глимердал. Она – настоящий сорванец, кромогласный, задающий неудобные вопросы. Тоня спускается с горки на самокате так, что ветер свистит в ушах. Абсолютно все она делает от души и любит, и ненавидит, и скучает. Она очень неудобна для взрослых ребенок, но на нее невозможно толком рассердиться. Такая она обаятельная. Полная противоположность Тони – Матильда, героиня книги Роялда Даля. Она – гениальный ребенок. Она сама научилась читать в раннем возрасте и глотает все книги подряд. Ее родители совершенно из другого теста. Они ее не понимают, не поддерживают и вообще не замечают. В школе она встречает ужасную директрису и очень хорошую учительницу, которая, наконец-то, видит и понимает Матильду. Конечно, все это сказка. А в сказках Роялда Даля взрослые всегда представлены не в лучшем свете. Именно поэтому о его книгах не утихают споры с тех пор, как они стали выходить на русском языке. Тем не менее, а может и поэтому, Матильда из тех книг, от которых невозможно оторваться и которые невозможно отобрать у ребенка. Следующая героиня – Элизабет Аллен. Маленькая испорченная эгоистка. Одним словом – вредная девчонка. Серию про нее придумала известная английская писательница Эннет Блайтон. Вот уже более 70 лет она остается одним из самых популярных детских авторов. В молодости Эннет работала учителем. Поэтому истории про вредную девчонку основаны на ее собственном педагогическом опыте. Несмотря на то, что Элизабет – вредная девчонка, эгоистка и хулиганка, она способная и добрая девочка. Просто никак не может справиться со своим характером. Когда от нее отказались все гувернантки, родители отправили ее в школу-пансион. И Элизабет решает стать совершенно несносной, доводит учителей и одноклассников, грубит и выступает всем наперекор. Девочка ставит перед собой цель – добиться того, чтобы ее отослали обратно домой. Но постепенно ей начинает все больше и больше нравиться Уайтлиф – необычная школа, в которой всем управляют и принимают решения сами ученики. Стоит ли Элизабет продолжать гнуть свою линию, изображая вредную девчонку? Или пора признать, что гораздо приятнее, интереснее и веселее завести друзей, помогать другим и проявлять свои способности на уроках? Узнать, что выберет героиня, вы сможете, прочитав все истории про вредную девчонку. Еще одна серия книг ранит Блайден про сестер-близняшек – Патрицию и Изабель. Девчонки в отчаянии, родители переводят их в другую школу. Они, привыкшие к комфортной жизни в прежнем элитном учебном заведении, сами не заметили, как превратились в избалованных эгоисток. Ох, и не просто же им придется в новой школе. Сумеют ли Изабелле и Патриции найти там друзей? Какие отношения у них сложатся с одноклассницами? А главное, поймут ли девочки, что взаимодовольство и высокомерие еще никогда никого не украшали? Действие следующей истории, когда Петти пошла в колледж, разворачивается в Америке начала 20 века. Ее автор – Джин Уэбстер. Повесть – первая по времени написания история о девочке Петти и ее проделках. Прообразом героини послужила близкая подруга автора. Повесть воссоздает атмосферу женского колледжа Америки начала 20 века, который совсем не похож на благочинное учебное заведение. Несмотря на насыщенную учебную программу, девчонки находят время для всевозможных розыгрышей и веселых проделок. А в центре всех событий неизменно оказываются неугомонная выдумщица Петти и ее подруги. Все героини, о которых шла речь, удивительные, очень разные, яркие и непохожие друг на друга. Вместе с ними мы грустим, радуемся, растем, учимся дружить и узнаем важные истины. Все эти и многие другие детские истории вы можете взять в нашей библиотеке.